Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара П-43ТР. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу, как обычно, попросить каждого из вас, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поддержите развитие данного канала, поставьте лайк данному видео, как оценку моих трудов и стараний. Итак, П-43ТР. Что он собой представляет? Это танчик 7 уровня, который ведет вас по ветке к Проджете 65. Технические характеристики танчика, как обычно, углубленно рассматривать мы не будем, мы посмотрим просто на его пушечку, что она вам позволит делать в бою, мы увидим по факту, выкатившись из ангара. По техническим характеристикам, УВНы вниз довольно маленькие, как для среднего танка, но плюс-минус играбельные. Вверх 20, тоже, в принципе, циферка неплохая, 225 единиц наносимого урона, что, в принципе, плюс-минус нормально для среднего танка, да вот только перезарядка немножко подкачивает, практически 8 секунд. Но уж как есть, так есть. Насколько это играбельно, сейчас посмотрим непосредственно в бою. Урон в минуту, ну, несущественный, 1700 единиц округляя, но плюс-минус тоже. Что хочется сказать, 160 единиц бонепробития, этого действительно достаточно для того, чтобы отыгрывать на среднем танке на семерочке. Что касается вот этих вот альтернативных двигателя и гусениц, ни то, ни другое я не открывал. Я выкачал P44 и без вот этих вот дополнительных открываемых модулей. Что же касается вот этого движка, многие могут спросить, каким образом он тогда у меня открыт. Все очень просто. Дело в том, что двигатель SPA344 стоит на P44 Panther, как базовый двигатель. То есть, как только вы откроете себе пантерку, на этом танчике автоматически открывается максимальный топовый двигатель. Ну, и на нем кататься, безусловно, гораздо приятнее, чем на стоковом. Хотя, честно говоря, как я уже сказал, мне и стокового хватило для того, чтобы выкачать пантеру. А P43 TR я не оставлял себе в ангаре. Дело в том, что данная машинка для меня не является фановой. Ну, и такой, которую хочется выкатывать все чаще и чаще в бой для того, чтобы повеселиться. Итак, давайте закатимся в бой и посмотрим, что она может нам предложить непосредственно в бою. Итак, ребятки, первое, что мы с вами, как обычно, можем заценить, начиная бой, пока мы еще не слеснулись непосредственно с врагами, это, безусловно, подвижность машинки. Подвижность машинки, я бы сказал, что оставляет желать лучшего, поскольку средний танк, мне кажется, должен ездить чуть-чуточку бодрее. Но дело в том, что, по моему скромному мнению, вот эта вот градация легкие танки, средние танки, тяжелые танки, она должна существенно ощущаться игроком в процессе использования той или иной машины. На данной машинке ощущение такое, как будто вы едете на плюс-минус стандартном тяжелом танке, но вот только единственное, что бронирование абсолютно у вас не тяжелого танка, поэтому ощущения какие-то странноватые во время игры. Но это, по крайней мере, мое субъективное мнение. Если имеете обратное мнение, напишите в комментариях. Итак, по подвижности мы плюс-минус поговорили. Подвижность такая себе, хотелось бы немножко лучше. Ну да ладно уж, какая есть, такая есть. Что касается пушки. Пушечка, дело в том, что очень тугая на сведение. Вот такие вот рандомные попадания, они встречаются на ней гораздо реже, чем рандомные непопадания. Как правило, когда вы особенно где-то с вертухана какого-то пытаетесь что-то куда-то закинуть, то оно летит абсолютно не туда, куда вы целитесь. Бывает такое, что вы целитесь на большом расстоянии, и, в принципе, даже после полного сведения, все равно снаряд куда-то уносит абсолютно не в ту сторону. Ну вот как сейчас было. В принципе, играя на каком-нибудь другом среднем танчике, я думаю, что шансов попасть в этого крушителя у нас было бы гораздо больше. А вот здесь с вертухана залетело. Ну, то есть пушка стреляет туда, куда ей надо, а не туда, куда вам хотелось бы. Подвижность назад, она, ну, я бы сказал, больше ужасная, чем приятная. По одной простой причине, потому что вам очень часто придется на этом танчике затковать, для того, чтобы спрятаться от кого-то, а вы себе этого позволить, к сожалению, в бою не сможете. Ну и, соответственно, будут немножко у вас из-за этого проблемы. Что же касается скорости перезарядки. Танчик перезаряжается, я бы сказал, долговато. Для среднего танка, даже пускай вы нам дали 240 разработчиков урона, но перезарядка, честно говоря, у него, ну, затянутая. Было бы хотя бы на полторы-две секундочки быстрее, танчик игрался бы бодрее. Я не думаю, что из-за этого он стал бы в бою какой-нибудь имбой, потому что для имбы надо, ну, и сведение получше, и маневренность, и скорость. Ну, в целом, все надо получше на этом танчике, для того, чтобы превратить его в имбу. Поэтому апнуть его, в принципе, бы, по моему скромному мнению, не мешало бы. Но почему-то этим не занимаются. Я думаю, что ответ кроется в том, что все-таки это семерка, семерка проходная. Ну и зачем апать семерку, если, в принципе, можно оставить ее и такой. Игроки чутка там на ней покатаются, покатаются, выкачают следующий уровень и на этом успокоятся. Сейчас наш пылающий, ну, в любом случае, бедняга проиграет. Мне, кстати, очень жаль, когда вот были шансы на победу, а шансы у нас были, и эти шансы не оправдываются. Ну, как есть, так есть. Жалко, что у пылающего не поворачивается полностью его башенка, так бы он вполне спокойно этого тигра сейчас добрал одним шоком. Но, к сожалению, как есть, так есть. Итак, смотрим результаты нашего с вами боя. Ну, вот за наши с вами труды и старания, а именно за 968 урона, за один фраг, мы получаем всего до ничего с учетом нашего проигрыша, 400 единиц опыта, немножко ушли в минус, но несущественно, и находимся в серединке нашей команды по нанесенному урону. Сейчас закатимся еще в один бой и посмотрим, насколько этот бой будет отличаться от предыдущего. Пока мы заходим в бой, я хотел бы отметить, что на моем канале я показываю танчики исключительно такими, какими они являются на самом деле. Я ничего не приукрашаю, я не делаю никаких нарезок, я играю от начала и до конца, без всяких вырезок, вставок и так далее. Можно было бы, безусловно, на любой из танчиков сделать красивую нарезку подрывающихся башен, ну, горящих танков, 8 фрагов из 7 возможных и так далее, и говорить о своем танчике любом, который попадает в руки, что это имба, ребята, он вам нужен. Я этим не занимаюсь. Если вы хотите подобное видео, смотрите другие каналы, такого контента в Ютубе хватает. Я нацелен показывать всем желающим, то, какими будут танчики в руках ваших, если ваша статистика составляет менее 50% побед, допустим, как у меня, и как вы будете играть на этом танчике, когда его купите, либо откроете. Я говорю все честно, рассказываю так, как есть. Ну, а теперь возвращаемся к нашему танчику. Как я уже говорил, подвижность данного танчика оставляет желать лучшего, именно поэтому мансить на нем немножко тяжеловато, а принимать куда-нибудь в бока очень легко, потому что при этом всем у него еще и картонная полностью броня. Рикошеты на нем встречаются так же редко, в принципе, как свинья с апельсинами. Ну, вот такой вот он, P-43TR, и я бы не сказал, что этот танчик, несмотря на все его какие-то недочеты, является прям, ну, вот совсем провальным. Он не провальный, он не тяжелый в выкачивании. На выкачивании всей ветки в 65-ке я не потратил абсолютно ни одного... Оп! Есть, попали. Абсолютно не потратил ни одного кусочечка своей свободки, не потратил ни одной звездочки по одной простой причине. Потому что, несмотря на все вот эти минусы, которые я сейчас описываю в бою, да, там, его точность на дальних расстояниях, его там, косую пушечку уже обсудили, его сведения, его картонность и так далее, данные танчики все, они все равно являются играбельными, и они все равно позволяют вам выкачивать эту ветку, пускай даже не с каким-то там бешеным фаном от игры, но, по крайней мере, без затрат абсолютно каких-либо на что-либо, для того, чтобы открыть проджетку 65. Именно поэтому данную ветку я всегда советую новичкам, как первую для прокачки. Раньше я советовал леопарда до введения... до введения данной ветки, так как мне казалось, что леопард легче всего выкачать. Сейчас, сравнивая две этих веточки, я бы хотел отметить, что все-таки быстрее выкачивается и легче выкачивается все же ветка проджеты 65. Ну вот, я не могу сказать, что мы в этом бою там очень много накосим какого-то урона, все-таки перезарядки нам очень сильно не хватает, хотелось бы, чтобы немножко больше было, но, ребят, мы все равно побеждаем, мы все равно наносим урон, мы делаем фраги, мы получаем удовольствие от этого боя, а мне кажется, это самое главное. Итак, результаты нашей победы. Ну что, братцы, давайте посмотрим. В нашей победе мы нанесли 716 единиц урона и уничтожили одного противника. За все наши труды и старания, хотя мы очень хорошо сейвились, мы получили, там, ну, с учетом, безусловно, 3х опыта, но 2000 там с копеечкой, 2600 с чем-то, ну, будем считать, что, грубо говоря, до 1000, да, там мы получили изначально опыта. Мы получили в плюсик и компенсировали в прошлый проигрыш по серебру и по результатам боя, да, мы, безусловно, заняли последнее место. Если вы будете отыгрывать на этом танчике, а у вас периодически будут такие бои, они будут встречаться у вас с завидной периодизацией, вы будете находиться где-то в серединочке. Крайне редко, но все же бывает, на П-43ТР вы будете находиться где-нибудь наверху. Я лично на П-43ТР по своей памяти делал 4 фрага и занимал первое место по урону. Но это встречается крайне редко, зато доставляет огромное удовольствие. Что хотелось бы подсуммировать по данной машинке? Данная машинка, безусловно, проходная, скорее всего, вы не оставите ее у себя в ангаре, но, как я уже сказал, она не доставит вам хлопот и забот с тем, чтобы выкачать следующий уровень и открыть себе уже П-44 Пантерку. Ребят, играйте в танки, получайте удовольствие, возвращайтесь на мой канал, если вас интересуют честные обзоры на танки и на то, как они будут смотреться в ваших руках, если вы играете приблизительно так же, как и я. Всех благ вам, всего хорошего, возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, всегда буду рад вам, благ вам и мира. Субтитры создавал DimaTorzok